Скорее всего, это видео посмотрит примерно около тысячи человек, плюс-минус. Кто-то посмотрит только первые 30 секунд и выключит, кто-то заинтересуется, возможно, тематикой в заглавии и посмотрит дальше, может быть, пару минут. Кто-то досмотрит до конца, может быть, кто-то пересмотрит, сделает какие-то выводы для себя. А кого-то тему, которую я сейчас собираюсь поднять, затронет, и кто-то, может быть, будет рефлексировать, кто-то захочет ознакомиться, может быть, с другими моими роликами на этом канале, подписаться. Кто-то меня отблагодарит тем или иным способом за то, что я тут делаю. К чему я это все говорю, на самом деле? Зачем это вся такая прелюдия? Дело в том, что я собираюсь сейчас кратко довольно высказаться, высказаться на тему того, стоит ли творить в стол. Причем по творчеству я буду иметь в виду не только непосредственно творчество, которым я занимаюсь, то есть музыканское творчество, композиторское, исполнительское, но и творчество в целом. В том числе, например, блогинг, то есть то, с чего я начал. Я сейчас записываю ролик для своего видеоблога, и так или иначе он будет иметь какие-то последствия. То есть акт творчества произойдет, и будет некое последствие этого акта творчества. Для меня ли, для другого ли человека, того, кто посмотрит. Так вот, стоит ли творить в стол? Я, забегая вперед, отчасти пришел к выводу, что в принципе любое подлинное творчество, оно так или иначе будет в стол. И постепенно к этому подойду. Вывод неоднозначный, то есть, возможно, я его еще переосмыслю. Не окончательный. Но прежде чем я начну, хочу немножко оговориться. Точнее сделать одно небольшое уточнение. Что значит для меня подлинное творчество? Конечно, это очень широкое понятие, но тут важно именно в свете сегодняшнего разговора заметить одну деталь. Что подлинное творчество, оно никогда не может быть вследствие некого насилия. То есть, допустим, человек хочет заниматься чем-то одним, его тянет, он чувствует вдохновение. А ему говорят, что, ну вот сейчас у тебя для этого времени нет, ну вот тебе другое дело, и там тоже же можно заниматься творчеством. Вот, например, ну самый такой банальный и простой для меня, для моей жизни пример. Человек хочет, например, сочинять музыку или выступать с концертами. Ему говорят, что, ну погоди-то, так сказать, там сейчас возможностей может быть каких-то нет. Вот давай, ты преподавай, попробуй научи человека играть дорами и фасоль. Вот, это же тоже творчество, но человеку-то хочется другого, совсем другого. И таких примеров много в жизни, когда над человеком неким совершается насилие, ему предлагается заняться некой такой рабской для него работой. Может быть, для кого-то она будет не рабской, а кому-то действительно интересно учить дорами и фасоли, он горит этим. У него есть желание научить, допустим. Ну, я вот узкий пример привожу из своей специализации, но можно привести любой другой пример. Так вот, когда над человеком происходит насилие, то ему говорят, что там вот, вот там тоже творчество, но он-то хочет другого. Вот тогда подлинным творчество быть не может. Это такая маленькая оговорка перед тем, что будет дальше. Важная оговорка, будет понятно дальше почему. Так вот, стоит ли творить в стол? И тут надо тоже определиться, помимо того, что мы сейчас немножко определились с понятием творчества, сделали уточнение, тут надо определиться, собственно, с тем, а что такое творить в стол? Ну вот, для пример, для писателей, для композиторов. Вот, что ты, я написал, допустим, сочинил, вот, положил в стол, все, оно там лежит, никто не знает, никто не исполняет, да? Вот, верну обратно ноты. То есть, это очень такое, ну, шаблонное, что ли, понятие творить в стол. Некий такой полюс, но на самом деле существует некая шкала. Вот, нету такого, что один человек творит в стол, а другой не в стол. Один или два, там, плюс или минус. Давайте теперь попробуем разобрать, а что такое творить не в стол? То есть, вот, как можно себе представить, опять, если из моей музыкантской сферы взять, допустим, некий продюсер или концертная организация, или там, не знаю, какое-нибудь агентство, позвонили мне, там, или композитору какому-нибудь, и говорят, вот, пожалуйста, напиши, ну, все, что хочешь, напиши, значит, и мы, когда ты успеешь это написать, мы непременно это исполним, заплатим тебе большой гонорар за твое сочинение, и будет ошеломительный успех, мы будем это сочинение исполнять лучшим оркестром, там, или лучших исполнителей позовем, и будем это твое сочинение исполнять по всему миру, там, 50 раз в каждой стране, и оно войдет в историю музыки. Ну, вот, в идеальном варианте это значит, что ты что-то сотворил не в стол, а ведь может быть как? Может быть так, что, действительно, пообещал некий продюсер, да, давай мы вот это вот исполним, причем уже стоят некие ограничения чаще всего. В случае с музыкой это лимит времени, это состав оркестра исполнителей, да, если это не оркестр, это определенный жанр, определенная тематика, то есть тебе заказывают написать сочинение по случаю того-то и того-то, это уже некое ограничение, то есть это уже не в подлинном смысле творчества, я поэтому и начал с уточнения слова творчества, то есть не подлинное, то есть в смысле не стопроцентное, то есть ты не полностью делаешь то, что ты хочешь, а тебе заранее задают некие рамки, в которые ты должен укладываться. И, допустим, это произведение исполнили, оно не получило какого-то резонанса от публики, ну, его не поняли, допустим, да, и все, и его забыли. Ну, или просто один раз исполнили и даже не планировали исполнять больше. Это в стол или не в стол, хочется спросить, потому что, ну, это точно так же в стол получается, но только в таком задержанном варианте, то есть, ну, вначале исполнили, а потом забыли, да, как часто такое бывает с сочинениями современных композиторов или с литературой современных писателей, там, допустим, издали, раскупили, все, забыли, ну, где-то в интернете, может, осталось, никто не знает. Вот, то есть очень много вариантов, когда написано в стол или не в стол, а если вообще глобально мыслить, вот какое-то сочинение, которое шумит, шумит на протяжении столетий, его признают гениальным. Потом оно, допустим, устаревает, потому что, по объективным причинам, да, потому что какие-то новые средства выразительности были освоены творцами, и оно потеряло актуальность к каким-то еще другим причинам. И тоже его все забывают, в стол это или не в стол. Да, при жизни автора не в стол, то есть он получил некую отдачу от этого сочинения, моральную или, может быть, какую-то финансовую. Вот, но, с другой стороны, потом все равно это в стол получилось. А если наоборот, сочинение 200 лет никому неизвестно, потом его раскапывают, иногда, может быть, в прямом смысле раскапывают, и начинают исполнять, оно начинает быть актуальным через 200 лет. Это в стол или не в стол. Когда я сейчас, допустим, напишу здесь вот в нотной тетради к сочинению, спрячу его, и никто его не найдет, а найдут его через 200 лет, 200 лет спустя. Можно сказать, что я написал в стол или нет? То есть тут очень высок элемент непредсказуемости. Вот, и поэтому, собственно, творчество подлинное, оно не может, я считаю, руководствоваться этим заявлением. И вообще этими всеми понятиями написал я в стол, востребован ли я, приведет ли меня это сочинение к успеху, будет ли само сочинение успешным сейчас или в будущем. Мне кажется, когда речь о подлинном творчестве, то руководствоваться этим нельзя. Ну и, кстати говоря, тут сразу хочется привести примеры из творчества, творчества, ну, мне так легче известных композиторов, да. Вот я, допустим, сейчас очень увлекаюсь музыкой Брукнера. Недавно переслушал Пятую симфонию, о чем я написал в своем блоге на Бусте, кстати, подписывайтесь. Подробно достаточно написал о своих таких сиюминутных впечатлениях. И эту симфонию Пятую, а это глобальная симфония, больше чем на час, очень такая значимая для самого Брукнера, сам Брукнер не услышал. И то же самое было с его и Шестой симфонией. На Шестой симфонии он только услышал частично, не всю, а только фрагменты ее на репетиции. То же самое было с его Девятой симфонией, он просто ее не дописал и не дожил до ее премьеры. Более того, намного более известный и успешный Малер свои три последние симфонии, это Песни земли, это Девятая и тоже недописанная Десятая, тоже он их не услышал. Он незадолго до своей смерти продирижировал премьерой Восьмой симфонии, а три оставшиеся симфонии он не слышал даже, как звучат. И он исключительно представлял себе их звучание в своей голове. К чему я это, кстати, говорю? Бытует такое мнение, что творец, музыкант, например, не услышав свое сочинение, он не может развиваться. То есть, когда он не слышит результат, он не приобретает достаточное количество опыта, чтобы развиваться дальше. Наверное, то же самое можно говорить и о писателях или об архитекторах. Если они не увидели свое творение, построенное какое-нибудь здание, то как же они могут развиваться дальше? Так вот, бытует такое мнение, что это тормозит творца. Ну, я, например, если возвращаться к той же Пятой симфонии Брукнера, отчетливо вижу, что, например, Шестая симфония, это шаг вперед был по сравнению с Пятой, в плане развития стиля, гармонии, инструментовки. И Седьмая симфония, и далее Восьмая, и Девятая – это дальнейший шаг вперед. То есть, в общем, внутренний слух, он оказался в случае Брукнера достаточным для того, чтобы развиваться дальше. Вот там еще примеры можно привести. Шуберт не слышал ни одной своей симфонии вообще. Моцарт многого не слышал, Бах многого не слышал. Если еще продолжать рассуждать о трех последних симфониях Майлера и последней симфонии Брукнера, Девятой, то, в общем, они оба знали, что скоро умрут. И, кстати говоря, это тоже очень важный фактор. Ну, вот Брукнер, он вообще говорил или писал, вот тут точно не помню, что мне бы лишь бы вот успеть дописать Девятую. А Майлер, он, в общем, поставили диагноз, и его вот эти три последние крупные симфонические полотна, они как раз о смерти. Я об этом рассуждал, кстати, в отдельном ролике на моем канале про эти три симфонии, ну, про две песни Земли и Десятую. Так вот, они о смерти, и Майлер тоже, ну, может быть, он и надеялся, что их исполнит, но я думаю, что он допускал тот факт, что они, в принципе, он их не услышит, что просто не успеет их услышать. И тем более, если речь идет о Десятой симфонии. И, кстати говоря, тут важный фактор-то в чем? В том, что сам вот этот вот момент нехватки времени, жизненного времени, он высвечивает вот эту цену творчества в стол. То есть вот это вот, вот это желание успеть, желание реализоваться, желание совершить этот творческий акт, оно как раз именно в этот период, когда ты понимаешь, что тебе немного осталось, ну, или другую ситуацию, если взять нехватки времени. Вот этот творческий акт, он приобретает, конечно, особую ценность. Вот, и отдельно тоже стоит оговорить о таком меркантильном подходе. То есть очень часто, когда люди говорят, что вот я творю в стол, не хочу творить в стол, хочу, чтобы была какая-то отдача, чтобы играли, чтобы, там, не знаю, печатали, издавали, строили, и, там, картины выставляли на выставке. И отдача в чем очень часто видится некоторым людям? В материальном доходе, то есть, грубо говоря, в гонораре. Да, есть, конечно, и такие персонажи, но у нас в музыкальном мире они точно есть, которым вообще наплевать, там, и на музыку, и на слушателей, и на людей, там, затронет кого-то что-то, или не затронет. Главное, чтобы вот бабки платили, да, а уже там будет вообще эта самая публика на их концертах или не будет им, в общем, все равно. Хотя, не знаю, может быть, они даже убеждены в том, что они делают что-то хорошее, что-то важное для музыки, там, для другого искусства. Может, они даже свято в это верят. Но, ладно, это отдельная грустная тема. Сейчас не буду углубляться. Конечно, я очень часто говорил, и могу еще раз повторить, что я сторонник того, что творчество, оно должно цениться. То есть, человек, пианист, допустим, вышел, сыграл концерт, хороший, как результат подлинного творчества, да, и он должен, конечно, получить за этот концерт такой гонорар, чтобы он мог спокойно сидеть, готовиться к следующему. Это, безусловно, так. Но, и, понятно, усталость, да, людей, особенно людей, так скажем, русского мира, в хорошем и в широком смысле слова, усталость таких людей от того, что их все время загоняют в какой-то вид творчества, в какой-то системный вид творчества, который, может быть, и для иного человека, он самое настоящее творчество, но для конкретного, там, Васи, ему интересно другое. То есть, происходит вот это вот насилие, о чем я говорил тоже в самом начале. Понятно, что есть усталость от этого, и хочется получать вознаграждение материальное, в том числе, ну, или хотя бы моральное. Вот, но, тем не менее, хочу сделать вывод из всего вышесказанного. Ценность творческого акта, она в самом творческом акте. И творчество действительно подлинное, вот такое, которым действительно хочется заниматься, оно будет давать отдачу тоже само по себе. То есть, человек будет получать удовольствие от самого процесса. Я практически уверен, что тот же Брукнер, когда он писал Пятую симфонию, когда он ее сочинял, когда он садился за свой орган в соборе Блинца, где он работал, и подбирал какие-то там на своем органе фрагменты, что он получал от этого удовольствие. И, в принципе, на каком-то этапе ему, в общем-то, было этого достаточно. Да, кому-то достаточно чистого творчества, то есть, самого факта того, что ты творишь. А кому-то надо все-таки понимать, что ты можешь сделать что-то хорошее, и для других людей тоже. То есть, ну, как бы, отдача, она и в этом тоже заключается. Вот я, наверное, себя скорее ко вторым отношу. Хотя, не знаю, я еще в данном случае, наверное, не определился. Чистое творчество мне тоже нравится, сам процесс вот. И нравится, когда я слышу свое сочинение, когда оно, даже не просто я его слышу, когда оно просто завершено. Как тут проверить, действительно ли ты занимаешься тем творчеством, которое тебе, ну, совсем, грубо говоря, по кайфу? Предлагаю эксперимент, который одновременно будет преследовать две цели. Во-первых, докажет, что творчество, оно, в принципе, самодостаточное, то есть, само по себе делает тебя счастливым. И, с другой стороны, выявит именно подлинное твое творчество, то есть, не то, где тебе внушили, что вот ты, там, подожди, тебе вот сейчас не до того, что тебе на самом деле хочется, а вот в другом месте ты тоже там потерпи, но там тоже тебе откроется, там, какое-то наслаждение вот твоей деятельности. Так вот, эксперимент в чем? Не занимайся вообще никаким творчеством, то есть, ну, грубо говоря, ничего не делай, не проецируй себя в каком-то творческом аспекте вообще никак, но при условии, при условии, что у тебя есть свободное время, то есть, мы не берем тот вариант, когда у тебя куча какой-то работы, куча дел, куча, там, всяких должен, обязан, здесь на работе, на другой работе, какие-то обязательства перед, даже перед близкими, то есть, тот период мы не берем, когда ты должен тратить кучу усилий, ресурсов и времени не на творчество, а именно абсолютно свободный такой период твоей жизни, то есть, ну, будь это отпуск какой-то, или просто так обстоятельства сложились, отпуск это все-таки понятие для работающих людей, да, для людей, которые на наемной работе работают, да, их отпустили, как бы, не люблю слово отпуск, именно поэтому, потому что это такое, ну, немножко рабское понятие, вот, но неважно, не будем привязываться к словам, свободное время есть, когда ты никому ничего не должен, вот, возьми это свободное время, причем именно в полном смысле слова, свободное, ну, то есть, не бери тот период, когда тебе нужно там поднимать детей, работать, прославлять родину своими там, не знаю, подвигами какими-то, да, сейчас ни на что не намекаю, хотя, отдельная тема тоже, что-нибудь там еще делать, там, работать на дядю, работать на компанию, что это наши общие цели, там, кто-нибудь будет внушать себе какой-нибудь, директор Иван Иванович, что, так сказать, вот, мы, там, слово мы будет употребляться, обязательно, вот, когда у тебя отпуск, причем отпуск, не когда ты просто уже весь измочаренный, уже на какой-нибудь очередной работе, или измочаренный бесконечным подъемом разных детей, начинаешь просто расслабляться, деградировать, ну, потому что просто ты не можешь собрать себя в кучу для творчества, должно пройти некоторое время, ты должен отдышаться, и, вот, дальше, теперь есть, допустим, неделя, когда ты никого ничего не должен, ты никуда не идешь, никакую работу, никакому Ивану Ивановичу, у тебя свободное время, то есть, ты можешь ложиться, когда хочешь, вставать, когда хочешь, у тебя, допустим, есть такая неделя, и, вот, причем ты уже отдохнул, то есть, ты уже находишься в состоянии, когда вот тебя били плетьми, как раба, да, заставляли насильно что-то делать, и тебе даже казалось, что да, я на самом деле этого хочу, да, тебя внушили, что там тоже есть творчество, но, на самом деле, душу человеческую не обманешь, да, и человек где-то в своей глубине обычно понимает, что его, в общем-то, обманывают, и когда он уже это осознал, немножечко отошел, отдохнул, у него вот эти раны от плетей, зажили, и у него есть неделя, он отдышался, все, все нормально, у него есть неделя, чтобы, или там 10 дней, чтобы просто вот чем-то ее запомнить, но очень часто такой человек опять побежит, допустим, куда-то на работу, потому что он, вот эта вот, неделя прошедшая, когда он просто отходил, у него рубцы заживали, он деградировал, ну, просто у него занимался какой-то ерундой, и просто потому что у него не было сил на творчество, вот, иной человек там, недалекий, он обязательно побежит куда-нибудь опять вкалывать, да, или детей поднимать, вот, а когда есть неделя, когда этого всего делать не нужно, вот, попробуй, сейчас так обращаюсь гипотетически, либо к самому себе, либо к такому гипотетическому моему слушателю, зрителю, вот попробуй не творить, то есть ничего не делать, вот, просто, не знаю, можно сидеть, можно смотреть, там, продолжать деградировать, да, посмотреть какие-нибудь тупые сериалы, или что-нибудь такое, там, есть, пить, не знаю, все что угодно, и в тот момент, в который ты не сможешь это делать, и то первое, чем ты увлечешься, что тебе захочется делать, вот это и есть твое творчество, и это именно, есть некое такое подлинное твое творчество, то есть то, то без чего ты не можешь, на самом деле, и в то же время, если ты уже знаешь, что является твоим подлинным творчеством, ну, как в моем случае, я, например, точно знаю, что я люблю сочинять музыку, и играть на рояле, ну, сочинять музыку больше, ты вот в этот момент поймешь, что уже сам процесс, вот именно в твоем отдохнувшем состоянии, когда ты уже подеградировал, когда у тебя зажили рубцы, и вот сам этот процесс творчества, когда ты наконец-то занялся, вот тем, что тебе действительно хочется, ты поймешь, что он тебе приносит колоссальное счастье, и уже сам факт, что ты, допустим, взял нотную тетрадь и начал туда что-то записывать, у тебя появились какие-то творческие мысли, они потекли, ты, у тебя они начали развиваться, одно стало цепляться за другое, то есть, ну, пошел, пошел творческий процесс, то самое, что мы обычно называем творчеством в результате вдохновения, и вот этот момент, ты ловишь, ну, действительно настоящий кайф, ты чувствуешь себя счастливым, абсолютно самодостаточным, счастливым, и вот этот момент, именно в тот, еще раз повторюсь, в тот самый период, когда ты, во-первых, не работаешь, во-вторых, уже отдохнул, то есть, ты отошел, у тебя зажили рубцы, вот именно в этот самый момент, когда образуется вакуум, то есть, ну, пустота, вот когда ты ее начинаешь заполнять, эту пустоту, не чем-то, что тебе навязано извне, а тем, что ты действительно хочешь, вот в этот момент, ты начинаешь понимать, что такое действительно настоящее счастье, счастье творчества, и тебе становится все равно, вот, стол это будет, или не в стол, вот, то, чем ты сейчас увлечен, оно будет востребовано, не будет востребовано, принесет успех, принесет деньги, или не принесет, или оно пролежит 200 лет, и в каких-нибудь археологических раскопках будущего найдут, может быть, это, а может и не найдут, тебе вот абсолютно все равно становится, ты действительно испытываешь счастье, но иные люди, да, они действительно, этот вакуум образовавшийся, они пытаются заполнить опять работы, иной человек, уже начинаю повторяться, он действительно, когда чувствует, что пустота, вакуум, ну, есть свободная неделя, ну, пойду-ка я там, подработку какую-нибудь найду, там, лишних, там, столько-то денег не будет, пойду-ка подработку найду, зато потом, вот, денег поднакопится, да, а потом опять, попало свободное время, и опять вот этот вакуум, он будет затягивать этого человека, потому что, ну, такой социальный человек, который видит именно в том, что требует от него социум, вершину, некой такой своей собственной эволюции, и просто не в силах осознать потребность, собственную потребность творчества, она есть у каждого человека, ну, а когда человек способен перешагнуть через эту планку, и понять, что не социум, он, именно главный в количестве счастья, получаемого человеком, а творческий акт индивидуальный, не социальный, вот, тогда это такой личностный шаг вперед происходит, но для этого нужны вот эти вот условия, поэтому, собственно, я предлагаю такой эксперимент, ну, кому интересно, попробуйте, серьезно говорю, попробуйте, ну, если будет такая возможность, а надо создать такую возможность, я считаю, каждому человеку, особенно склонному к творчеству, чтобы вот такой период был, вначале отдыхаем, деградируем даже, в каком-то смысле, а потом, через какой-то период, высыпаемся, встаем не по будильнику, и понимаем, что у нас пустота, вакуум, и начинаем ее заполнять. И хочу тут сделать важную оговорку, чтобы быть правильно понятым, речь пойдет о рутине, конечно, даже в творчестве, нужно себя в какой-то период заставлять. Речь идет о некой рутине. Рутина, она не только принадлежит такой насильственной работе, конечно, рутина, она есть в любом даже творчестве, то есть, тупо нужно писать партитуру, да, это очень трудоемкий процесс, но обязательно в одном из следующих видео поговорю как раз об отличии труда и работы, то есть, это разные понятия, я, кстати, уже об этом говорил даже в одном из моих видео, и об отношении музыканта и вообще творческого человека и социума. Это тема, которую стоит развить, я сейчас немножко затронул, но в одном из следующих видео, я, собственно, уже анонсировал это, я постараюсь эту тему развить. Ну и вот тут уже совсем резюмируя для тех людей, кто сомневается и вот иногда утверждает, что, ну, мое творчество там никому не нужно, ну, для тех людей, кто все-таки нуждается в некотором человеке, который воспринимает творческий продукт, творческий акт, если быть точнее, вот стоит сказать, что на самом деле любое творчество, оно обязательно кому-то когда-то будет нужно, потому что, ну, даже сейчас на планете живет, по-моему, восемь, да, уже миллиардов людей и обязательно найдется кто-то, кому будет интересно, ну, допустим, я о том же Брукнере рассуждал, о пятой симфонии, не такая известная симфония, но обязательно найдется именно в русскоязычной среде тот, кому это будет надо, кому это будет интересно, кого обогатит вот это потраченное время на изучение моей позиции, моего восприятия этой симфонии. Вот обязательно кто-то найдется, но тут загвоздка в том, что такой человек, который говорит, что, мол, зачем, кому это нужно, он снимает с себя вот эту необходимость свое творчество как-то продвигать, как-то его распространять. То есть, мол, зачем я это буду, все равно там, ну, дай бог, один человек когда-то это услышит, вот, но на самом деле обязательно найдутся люди, ну, кроме того, что творчество, оно ценно само по себе, вот, обязательно все-таки найдутся люди, кому это будет тоже интересно и кто это оценит. Так что, мне хочется пожелать всем, кто сейчас это смотрит, не опускать руки под предлогом того, что это никому не нужно, то, что это будет в стол. Обязательно продолжать творить и не лениться, вот, где не нужно лениться, где нужно себя заставлять, так это именно распространять свое творчество, потому что от того, что вы найдете каких-то людей или даже гипотетически сможете предположить, что такие люди существуют вследствие того, что вы начнете распространять, это не сразу принесет плоды, это может принести плоды потом, то есть найдется человек там спустя годы, но все равно уже это одно, оно греет душу тем, что человек не один, то что у него могут быть единомышленники, те люди, которым это очень интересно, то есть человек, распространяющий творчество, он несоизмеримо более богат в плане друзей, в плане того, что он меньше чувствует одиночества, поэтому вот не лениться распространять свое собственное творчество, это крайне важно и отговариваться тем, что никому не нужно или тем, что это в стол, ни в коем случае нельзя. Вот так вот, наверное, это все, что я хотел сказать, видео все-таки не получилось коротким, длинным достаточно, там плюс-минус, наверное, полчаса, и я даже еще могу добавить, что существует там какой-то один процент людей, которым, ну, прям совсем повезло, и их работа, она совпадает с тем, чем они действительно хотят заниматься, то есть люди приходят куда-то, и не обманывая себя, не под действием внушения социума, а действительно, горя тем, чем они занимаются, работают, и, ну, в таком случае хочется сказать, что жизнь удалась, а особенно удалась, когда такие люди за это еще и деньги получают. Таких людей крайне мало, и более того, социум таких людей постоянно пытается выдергивать из вот этого удавшегося сценария их жизни, и все время что-то сверху навязывать. И очень часто происходит такой самообман, да, что вот примешивается к действительно больному творчеству какая-нибудь такая вот маленькая ложка диоптия, которая потом разрастается, и может вот эту бочку меда с собой постепенно, постепенно заменить, да, и такие случаи тоже есть. Ну вот, теперь уже совсем это, я так думаю, все. Все мысли высказал. Те, кто дослушал это видео до конца, ну, я надеюсь, что оно было полезным, что кто-то задумается, может быть, о чем-то, и буду благодарен обратной связи к вопросу о том, в стол я записываю это видео или не в стол. Для меня достаточно того, что я его записал на самом деле, то есть мне на самом деле сейчас вот сидеть перед камерой и телефоном и рассуждать, ну, это прикольно, мне нравится сейчас это делать, и я буду рад, если кому-то будет полезно то, что я сказал, у меня есть еще аккаунт на Бусти, он платный, так что, если кто-то хочет меня поддержать и вообще поддержать мой канал, то подписывайтесь, это к вопросу о меркантилизме, но, опять же, я говорил, что творство должно цениться, я это не отрицаю. Вот, кстати говоря, тоже важный момент забыл сказать, там есть ряд публикаций, которые, ну, практически от всех закрыты, там есть такой уровень подписки, самый такой, минимальный, недорогой, а есть более, более два дорогих уровня подписки, и, ну, там практически никого нет на этих уровнях подписки, и я собираюсь там публиковать тоже какие-то свои мысли, размышления, музыку, и для меня совершенно неважно, там, подпишутся на меня или не подпишутся, потратят ли деньги, да, я специально, может быть, сделал достаточно дорого, ну, может, для кого-то это недорого, но для кого-то это дорого, ощутимо, вот, потому что мне ценен в данном случае сам факт того, что я что-то написал, да, в текстовом формате, или это будет видео, или это будет какая-то музыка, вот этот факт для меня ценен, потом, когда-то, возможно, это будет кому-то интересно, то есть, вот, я для себя тоже решил попробовать творить, что называется, совсем в стол, так что, если кто-то хочет стать свидетелем, и кому-то не жалко, и не жалко меня поддержать, то, welcome, да, подписывайтесь на пусть, ссылки будут в описании, точно так же, как на Дзен, и на Телеграм-канал, где тоже много всего разного там есть, ну, вот так вот, теперь все, все, что я хотел сказать, такие вот мысли, соображения ко мне пришли, увидимся.